От стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают, повторяют. Мы читали сегодня этот стих, что Кришна, находясь в сердце преданных, как только Он видит искреннее стремление преданных постичь Его, развить отношения с Ним, и Кришна лично начинает вести преданного. Акрупа Гаслами говорит, что как только преданный, вручаясь Кришне, говорит, Кришна, отныне Я Твой, с этого момента Кришна берет этого преданного по Своему покровительству. Кришна отвечает, как сегодня Шилапрапада в комментарии мы читали, что Кришна даже больше хочет освободить преданного, чем Он сам того желает. И сегодня очень удивительно. Мы на самом деле не сговаривали с читанием, но я так вот заметил, что у нас по комментарию прям была сегодняшняя медитация утренняя. Ну, как всегда, в школе все, никто не договаривается, но все получается складно. Итак, мы сегодня вспоминали, каким образом проявилось понимание, что нам нужно пригласить Ширада Мадаммухана в школу. И я упомянул, что Шукшаштыка Прабух был своего рода таким, импульс такой дал, через него проявилось, и похоже, Мадаммухан привел его сюда неожиданно. Он первый раз у нас в школе, насколько я помню, да, ни разу не... Да, первый раз в школе, так что такой план Господа... Вот, и, соответственно, преданные меня уполномочили искать Рада Мадаммухана или проявить. Вот, и я, естественно, подумал, что было бы хорошо найти лучших мастеров, которые делают... Мы почему-то сразу решили делать большие божества, вот такие, мраморные. Вот, и я поехал, я спросил у Госвами Махараджа, не знает ли он, кто делал Радущее Масундеру во Бриндаване. Он сказал, оу, это самая знаменитая мастерская. Вот, и есть такой преданный Рагава-Пандит Прабух в Дели. Он хорошо знает этих мастеров. И я так, так я же Рагава-Пандита очень хорошо знаю. Давным-давно, еще лет за 10 до этого, мы с ним познакомились, очень при интересных обстоятельствах. Был фестиваль Садхусанга, и Рагава-Пандит приехал туда после Джанмаштами, он приехал туда отдыхать. Потому что в Индии Джанмаштами это подобно цунами. То есть за день Джанмаштами проходит несколько сот тысяч человек в Дели. И всех этих людей надо встретить, и при этом надо всех накормить. Это означает, ну, трое суток до этого не спят, трое суток после этого. Ну, в общем, он полностью вымотанным был. Он главный такой вице-президент, менеджер там был на этом. Ну, и Бабалкишин Махарашин купил ему билеты, и говорит, езжай в Россию, отдохнешь на фестивале. И когда бредный купили ему билет обратно с фестиваля на юге России в Москву, они не учли один момент, что некоторые поезда шли через Украину в то время. Помните, это время еще было сейчас, когда война этот, раскол в Украине произошел, и там поезда перестали заходить. А раньше некоторые поезда шли через Украину, некоторые шли по-другому. Ему купили билет через Украину. И для русских людей в этом нет проблемы, потому что, ну, можно с русским паспортом пересекать было. Но для индуса у него не было визы в Украину. И поэтому его ссадили на таможене под Таганрогом. И мы сказали, ну, теперь надо на узловую станцию возвращаться, на Ростов. Никто не говорит по-английски. В общем, кое-как он добрался до Ростова. И он ходил из кассы в кассу, никто по-английски не говорит. Он пытается, как бы, понять, как ему добраться. И тут он уже растерянный такой ходит по этой. И тут мы появляемся. Я и еще пару предок со мной были. Мы зашли на ЖД-вокзал. То ли билеты купить, то ли что-то какая-то была у нас. И мы с ним встретились. Я помог ему купить билет. Взял его в храм, разместил. Ну, в общем, мы с ним так подружились. И с тех пор мы с ним стали дружить. Он много раз помогал нашей группе в этом деле. Если какие-то проблемы возникают, например, нету комнаты, я ему звоню и говорю, Рага пони, нужна комната. No problem. И все, сразу начинает. В общем, такая шаг у него. Он, кстати, сейчас в этом году будет получать саньяс. Очень хороший премьер. Построил несколько храмов. И как он потом сказал, когда он помогал нам заказать наши божества, он сказал, что это 120 какие-то божества, которые я уже заказываю в этой мастерской для ИСКОН. И ничего себе. Ну, в Индии много храмов открывается. Только в Дели за последние 20 лет. Сейчас уже 14 храмов. И будет больше и больше. И плюс для других стран тоже. И он причем с удовольствием сказал, да, это мое любимое дело вообще, вот открывать храмы и помогать преданным. И мы с ним, я ему сказал, ну, ты можешь с нами съездить договориться? А я знаю, с индусами договариваться, вы же, что ты индусы договаривались, значит, цены будут космические сразу. И он сказал, ну, у меня сейчас собрание, сейчас все занято, ну, я подумаю, я тебе позвоню, если получится. Ну, и я подумал, ну, ладно, на все милость Кришны. Это в Дели мы уже с ним общались. Вот. И помолился, сказал, ну, Маден Мохан, как ты решишь, так и будет. И я вызвал такси из Бриндавана, приехал такси в Деликий храм за мной. Это я прилетел из России, как раз в Дели, в конце января. И ехал. И у меня было немножко времени до приезда нашей группы. Где-то неделя, может, от времени. Группа паломников. Вот. И я хотел до этого времени успеть сделать какой-то заказ. Божеств, может быть, если получится. Если нет, то тогда уже после отъезда группы, пошла с группой, невозможно вырваться. Вот. Ну, и я как-то положился на Маден Мохана, и я сажусь в такси, которая приехала за мной из Бриндавана, в Ржавась. И вот прямо напротив моего сидения, вот на этой, как на щитке, не прибора, вы как бы, напротив меня вот. Приплеена была фотография. Радха Кришна, божества, и явно как бы наши исконанские, какие-то западные божества. И я у водителя спрашиваю, а что это за божества? И он говорит, а это Радха Мадана Мохан из Германии. И я такой, хорея Кришна. Понял, ну да, Бадан Мохан продолжает свои ливы, значит, что-то должно произойти. И действительно, на следующий день он мне звонит и говорит, у меня есть время. Вот. Все, выезжай срочно в Дели, и мы с тобой сядем на машину и поедем в Джайпур. Вот так мы и сделали. То есть я приехал в Дели, и потом сели на машину с ним и поехали в Джайпур. И это было, насколько я помню, первое февраля уже. Первое февраля. Или второе. Ну, в общем, был какой-то день, по-моему, это был Кадыши к тому же. Вот. И мы приезжаем в мастерскую этих мастеров, и служащие там говорят, что сейчас вся эта семейство этих мастеров, они сегодня отмечают грехопровержу. То есть день, когда они проводят, ну, въезд в дом новый. И мы подумали, о, интересно. В общем, поехали к ним в новый дом. И мы заходим, у них еще этот самый, после Яги, этот дым еще, да, стоит. Как бы, вот тут мы заходим. И, в общем, у нас они воспринимают, как, в общем, посланников с небес. То есть вот только у них прошло Яги, тут мы появляемся с заказом Радхи Кришны. Они нас начали водить по всему, как самых почетных гостей по всему дому. И, в общем, угощать нас просадом, там, и так далее, и так далее. Четырехэтажный дом такой большой. У них там живет бабушка-дедушка. То есть дедушка, это тот, который делал божества Радхи Шамасундары, Кришна Баларама в Априндаване. Он делал Рада Амадова в Майапуре. Он делал божества Радха Расаддихари в Бамбее, Радха Пархасарадхи в Дели. И, как это предыдущий сказал, 80% божеств скон были сделаны в этой мастерской. Панди и Мурки называется мастерская и это семество панды. Как потом выяснилось, они тоже происходят из традиции, из родословной Барадбаджи Муни, так же, как и Саматана Гасвани. Вот у них родословно идет оттуда. Вот, ну, они стали такими, как, в общем, мастерами по изготовлению божеств. Вот, и много-много поколений они передают это искусство. И, соответственно, я сделал заказ и, ну, я подумал, какие мы хотим божества. Ну, точно такие, как Радыши Масундера во Гриндаване. И им каждый второй преданный заказывает такие божества. И говорит, это мы знаем. Вот. Ну, и потом пошло дальше. То есть, я сделал заказ и, ну, как бы, спокойно поехал с группой. Мы приехали в Джиганадхапури. Вот. И я, они сказали, через месяц будет готово. Очень такое, как было, ну, как всегда, по-индийски заявление. Очень быстро мы все делаем. Через месяц они даже не начали. Для ремарки. Ну, тоже по плану Кришны все было. Ну, я думал, через месяц будет готово. Как раз с группой мы закончим поездку, поедем, заберем божества уже. И я начал договариваться с Матаджи Габаханы, что она если распишет. Вот. И может как я успею их привезти. Такие вот у меня были описанные амбициозные, амбициозные. оптимистичные, да, оптимистичные планы. Радужные. Радужные, да. И Матаджи Габаханы была в нашей группе в Джагаматхапуле. Она иногда присоединяется именно в пури к нашей группе. Она шьет одежды божеством, она хорошо расписывает. Не такая известная, преданная. Многие преданные у нее расписывают божества, шьют одежды. Вот. Я попросил, я ей сказал там в пури, что у нас будут божества большие, не могли бы расписать, может быть, одежды тоже поможешь сделать. Ама сказала, а функциональные божества у вас есть? Я там что-то раз, мы что-то не подумали даже об этом. Нам же нужно тоже большим же божествам, им не делают апсишеку обычно, то есть только по каким-то особым, во время установки может делать апсишеку. Большие божества прям. А как бы служат им через маленькие. И я говорю, да, что-то мы даже не подумали об этом. Ну хорошо, а вы можете заказать, там есть один самый лучший мастер во Блинтаване, я знал этого мастера, его зовут про худоял. Вот. Не могли бы у него заказать, то есть с деньгами нет проблем. Я ей дал 100 тысяч рупий. Купите, закажите вот такого размера. Божества вот этих лакшми хватит. С запасом даже. Вот. И она сказала хорошо. Вот. И она пошла, потом звонит нам и говорит, я не стала покупать этого мастера божеств, что-то мне не понравилось у него все. Вот. И вообще цены большие. И я купила здесь в лавке просто во Блинтаване Равку Кришне. Я такой думаю, о, боже мой. Ну, зная примерно, то есть, как, ну, они по-простому делают божества, и трудно так подобрать божеств. Я бы хотели, чтобы все было идеально. Вот. Я говорю, ну, ладно, мы приедем посмотрим. То есть, это первая, как бы, ремарка, что божества уже были куплены, мы приехали в Архангупал и Саду Махараш посмотреть на божества, и вот именно там в Архангупал повернул спиной божество и сказал, ну, это Мадаммухан, это точно. В общем, Мадаммухан, она была такая полная ну, как бы, леди. У нее были эти самые, как ласты были, стопы, пальцы были, как у этого, культуриста. И мы такая полная, ну, как-то вот, мы так посмотрели, ну, что-то как-то она манумханда, манумхан похож, а вот она что-то, ну, как, наверное, другую надо, Радхарани. Вот мы поехали как раз на Логбазар искать Радхарани. Вот, вместе с Мадаммуханом мы ездили, подбирали Радхарани, то есть обошли все лапки, прошли вот к этому самому лучшему мастеру в конце концов и спросили у него еще, он показал все, что у него было, ничего не подходит. Мы говорим, а еще есть у вас где-то дома, может, он говорит, да, дома еще есть. Мы пошли к нему домой, посмотрели все, все, все какие-то заготовки, все возможные формы ничего не подходит. Ставим нашу, она как бы вот по гармонии, она как-то вот подходит, но по комплекции совсем как бы не то. И я вообще был не уверен, что из нее можно было что-то вообще сделать. И мы спросили, а не могли бы вы вот из этого как-то доработать ее, сделать ее поуже, ну, как-то стопы доработать, аккуратно пальчики сделать. Он так посмотрел, посмотрел, говорит, ну, можно, да, можно попробовать. Мы спросили, а сколько вам надо времени? Говорит, ну, приходите через две недели. Ну, и Мадам Мухану мы тоже оставили, чтобы он доработал их, допустил, чтобы они были. То есть они грубоватые все равно были еще сделаны. Вот, и мы вернулись в гостиницу, и и что-то мы начали разговаривать, и Гвархангупал пару сказал, я вообще-то уезжаю через три дня. Вот он уже в Россию возвращался через три дня, и ну, как-то вот было бы хорошо, конечно, с Шимати Радхарани определиться до моего отъезда. Такой был этот самый, то есть хотелось, все мы как-то с Шасадом Ахаражем и Гвархангупалом вместе поняли, это Радхарани или не это. Если не это, то нужно искать другую как-то вместе, пока как-то вдвоем все-таки втроем легче. И у нас возникла идея попросить этого мастера, чтобы он в первую очередь с Шимати Радхарани доработал, чтобы ну, хотя бы через три дня было понятно, она или не она. И мы сели, на следующий день мы сели с Гвархангупалом в Прабу вместе вдвоем мы поехали на Лой Базар к этому мастеру, взяли моторикшу и поехали на Лой Базар и я сказал Гамгодри Шоп и не доезжая к Гамгодри магазина, а там этот мастер он буквально в десяти метрах от этого Гамгодри магазина знаменитого на Лой Базаре находится Прабудаял. Но наш рикша почему-то остановился в самом начале, ну, вернее не в начале, а где-то в середине Лой Базара, то есть не доехал метров, наверное, 50-70 до этого магазина и он так, знаете, остановился заглушил просто и вышел. Я так думаю, Гвархангупал, я говорю, слушай, он нас не довез немного. Гвархангупал, говорит, ну, скажи ему. Я говорю, да ладно, пойдем, дойдем уже, сейчас больше шума заведет, тогда все. И представляете, мы выходим из рикши и вдруг смотрим прямо вот в этом месте, где остановился рикша, сидит вот этот прокудаял в чужой лавке. И у него так улыбка такая до ушей. То есть, представьте, если бы мы проехали, мы бы его не застали бы. И непонятно, скорее всего, вернулись бы. А он прямо остановился прямо около этой лавки. Просто чудо какое-то было. И мы подходим к нему и говорим, я ему говорю, про кудаял. Вот этот преданный через три дня уезжает, и мы хотели бы понять, ну, как подходит нам Радхарани или нет. Не мог бы ты доработать ее? И он такой, я всю ночь ее точил. Пойдемте. Представьте, он так что-то подушевился, в общем, он всю ночь вот эту вот он работал с Радхарани, и он такой, прям, знаете, у него прямо он даже сиял такой. Ну, видно, что он сам очень вдохновлен был. То есть, божества начали проявляться. И он нас какими-то окольными путями привел к свой дом и достал нам Радхарани. И мы смотрим, она просто вообще, ну, мы поняли, все, наши Радхарани. Мы еще сказали, еще что-то доработать надо, там, вот это, вот это, вот это. Ну, вот так в конце концов в течение двух недель где-то он сделал Радам Адаммухана. Сделал их просто удивительными. Я помню, я забрал эти божества уже, и смотрю на них и думаю, то есть, мы вообще собирались как сделать, ну, когда у нас будет построен уже храм, возникнет община вокруг храма, и мы тогда установим божества, и как бы, ну, будет у нас все хорошо. и так, и такие у нас были эти. Я смотрю на эти божества и думаю, вообще просто, как им, нужно немедленно их ставить, вот такое было ощущение. И я что-то послал фотографии, по-моему, да, фотографии отправил. Ну, и все начали вдруг говорить, а давайте их на сессии установим. Я говорю, а как мы будем служить? А все мы и будем служить. мы же в Пуджаре никого нет. Ну, все мы, все кураторы, преподаватели все мы пуджаре служить. Вот. Ну, и решили, что мы будем вначале их, они будут у нас как сессионные, то есть на сессию мы их будем поднимать, потом будем укладывать их до следующей сессии отдыхать. Вот. И я принес их Габарханыш Валиматаджи, она очень прекрасно их расписала. Вы видели их сегодня утром Габарханго показывал фотографии. Это была особая такая еще. Ну, в общем, первая их роспись. Я закупил где-то по комплектов наверное 7-8 одежд для них полный набор. Все, что было в магазине все скупил хорошего месила. Вот. Так вот мы привезли божества и в 2012 году мы вместе с Адамахараджем и другими преданными мы установили пригласили Радамададмахана ну и все были очень воодушевлены служить им и так хотели служить, что решили не укладывать их после сессии как с тех пор каждый день так и продолжается служение вот так так это все произошло а большими божества забрали с большими это насыщий голос с большими была большая история я позвонил когда мы увидели божество Радамадмахана мы поняли что у нас божество должно быть не как во Бриндаване вот так вот Радхарани стоит она должна быть вот так еще к танцевальной позе то есть Радамадамахана это как Радамадамахана проявились когда купидон пришел чтобы проверить Кришну и подстрелить его то есть он начал метиться в него духом а Кришна начал танцевать и Радхарани начал танцевать и в какой-то момент когда Кришна экстаз достиг кульминации и этот ошеломленный замер просто как это от экстаза он просто в стопор вошел купидон и Кришна в этот момент остановился спалей он только что танцевал вот эта динамика танца еще остается в его движении вот этой привлекательной всю свою привлекательность он проявил и купидон был очарован и Шимати Радхарани она тоже в этой же динамике танца и она показывает на Кришну говорит вот лучше ему придайся хватит тебе испытывать придайся лучше ему и также она как нижней рукой она берет живые существа из материального мира перекладывает в эту руку и этой рукой предлагает Кришне это ее танец такой с этим мастером у меня возникли там с этими большими да я позвонил в эту мастерскую вот и сказал вы еще не начали делать божества они говорят мы делаем делаем мы хотим другую форму а не другую форму я говорю да в другой позе вот какой позе и мы там нарисовали рисунок они так посмотрели на нее сказали это невозможно ну в общем что-то какая-то неправильная пропорция хотя мы там ну вроде бы рисовали сажанаматхам пробу мы пытались нарисовать примерно поздно вот и в конце концов стало понятно что нужно ехать туда для того чтобы они предложили сделать сначала глиняные формы этих божеств чтобы мы были полностью ну как бы удовлетворены этими формами вот и тогда они уже с них сделают пластиковые формы и из пластиковых уже будут делать копию мрамора то есть такая процедура и я в мае месяце вылетел опять в Индию то есть я уже вернулся мы установили Радаман Мухана и полетел то есть с индусами по телефону очень сложно говорить если ты говоришь да-да-да-да ничего не происходит ну они люди другое вообще как бы в другом измерении находятся это все я понял что надо лететь купили билет я вылетел срочно туда мы сделали вот наши эскизы наших которые мы нарисовали увеличили ровно ну чтобы они были того роста который нужно один в один чтобы можно было соизмерять примерно вот опять наше было желание чтобы ракарани не было слишком толстой у них другие понятия красоты вот и поехали в общем я прилетел и мы начали делать глиняные божества прошла неделя да и мы попросили чтобы к моему приезду уже были готовы по нашим эскизам когда я прилетел глиняный мастер только начинал все делать и все было не так вообще он как бы делал но все было и мы взяли еще одного преданного пригласили тоже он мастер и художник и мастер по большинству как его звали не помню из Алматы нам посоветовали его я его пригласил он тоже купили ему билет он тоже прилетел вот мы вдвоем были с ним и он очень сильно помог он правильно как бы расставил ну какие-то нюансы он как буджари знает что нужно чтобы было расстояние между ногами иначе не просунешь входы и другие какие-то нюансы здесь чтобы сильно рука не приживалась иначе не просунешь ни одежды ни горланды нужно побольше и так далее и так далее и прошел практически месяц но глиняные божества так и не были готовы мне нужно было уже улетать обратно я улетел потом прилетел опять через некоторое время через две-три недели мы продолжили с этими глиняными божествами я начал да там интересный момент еще был в начале наше божество начал делать молодой мастер внук вот этого мастера который делал божества во брендару то есть тот дедушка уже ничего не делает потому что на пенсию вот а внук его начал делать но он мне не понравился по энергетике он такой немножко страстный такой и с какими-то западными такими он учился во Франции где-то там и вот у него такие свои понятия какие-то тоже и мы с ним как-то вот ну явно не созвучны были я что-то пытаюсь говорить он что-то по-своему делает и я думаю боже мой как же мы вообще все сделаем это вот и меня пригласили на обед в их вернее нас пригласили на обед в их дом мы приехали они очень радушные хозяева надо сказать они то есть мы приезжали они нам комнаты предоставляли вначале мы жили в гостинице потом они нам начали комнаты давать сначала мастерской своей а потом вообще меня поселили у себя в доме вот и я наблюдал за ними как они живут то есть они живут приставки в одном доме бабушка дедушка два брата с семьями с детьми дети уже взрослые имеют своих семей они тоже все живут семьями там это все в одном доме у них тоже есть уже дети в общем там я не знаю сколько их там человек было но в общем четырехэтажный такой дом вот интересно и там многие семьи такие там например с одним мастерем говорил он говорил у нас 41 человек в семье три поколения тоже бабушка дедушка родители мы уже наши семьи тоже уже живут мы все вместе живем очень счастливы это вот типичная как бы ну как ведическая семья то есть у нас говорят про ведические семьи но как бы говорят о семье что это два человека на самом деле ведическая семья это целый род то есть они вот живут вместе вот такой большой семье и все счастливы я знаете я удивлялся что там какая-то удивительная спокойная атмосфера вот в этом доме очень гармоничная атмосфера никогда я не видел там каких-то конфликтов каких-то вот каких-то кривых взглядов знаете там кто-то недоволен нахмуренный ходит все такие равновешенные счастливые просто вот я удивлялся вот и да и мы делали эти глиняные божества и в какой-то момент они начали уже проявляться да вернее сейчас я перескочил про этого молодого мастера вот нас пригласили на обед и на обеде вы меня остановите читание готов нет 3 минуты 3 минуты хорошо тогда я закругляюсь в общем был мы сидели на этом обеде и там присутствуют другие более старшие члены семьи и они начали расспрашивать что и как и я говорю ну да вот мы делаем ну и один из них такой ну более старший как оказалось отец этого молодого мастера который нам начал делать все он сказал я приеду посмотрю что там у вас вот и когда он приехал его зовут Сатья Нараян когда он приехал с ним у меня какая-то сразу появилась симпатия такая мы с ним как-то энергетически хотя он толком не говорит по-английски я тоже толком не говорю по-английски но мы понимали друг друга на русском на английском на пальцах вот какой-то созвучий сердец вот в Индии можно с людьми общаться не зная языка то есть они такие очень эмоционально и коммуникабельные они как-то понимают вас вы можете по-русски говорить они да-да-да все понимают и раз сделают то что надо вот и так вот мы с ним общались и он понял что мы озабочены что как-то ну ничего не готово божества не проявились мы приехали у нас не так много времени и я и то перенес свой перелет насколько только можно было вот а я не мог там остаться я не помню что у меня было мне где-то надо было присутствовать в России поэтому у меня был какой-то вот интервал был и ну хотелось закончить божества до этого вот и он приехал этот его отец ну что-то раз так взял глину начал вмесить что-то раз 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 и вдруг я смотрю у него просто мистическим образом божество начало проявляться и я просто сложил ладони и сказал пожалуйста сделайте вы я вот чувствую что ну как бы вы и он такой раз и соглашается и как потом выяснилось обычно он уже не делает у него уже возраст такой 60 лет тоже где-то так вот за 60 и у него как он говорит у меня от напряжения начинает болеть голова и я как бы ну так уже практически не работаю вот сыновья уже работают ну иногда говорит я люблю я вообще говорит не бизнесмен я просто я вот мне нравится творчество я вот деньги посчитать у него его брат он такой менеджер он там все как бы решает финансово а я просто вот делаю я думаю о это то что надо вот и потом выяснилось что каждый день он повторяет джабу причем очень он утро у него как бы я все время удивлялся зачем приезжают часов в 10 в 11 почему раньше не может приехать а он потом выяснилось когда я уже поселился у него в доме я увидел что он сидит и очень внимательно очень не отвлекаясь повторять джабу вот и я тоже подумал о это то что да вот и потом очень интересное было с ним общение я прям увидел воплощенное знание бхагавадгиты когда человек чувствует себя орудием в руках кришна да то есть когда он говорит и он прям так и объяснял что я прям в какой-то момент я чувствую вот как поток такой начинает идти и все и вот он может порой даже не замечать как 6 часов например пролетело а он делал и вот и оно как знаете как божество начало буквально проявляться вот и в какой-то момент когда божества были уже почти готовы и я уже так радовался я помню мы легли спать пошел дождь и ночью в мою дверь кто-то вошел я думаю что такое я как-то проснулся так смотрю и увидел что это слуга в этом доме он вошел я думаю что может украсть что-то хочет или что-то я такой Харе Кришна ему Харе Кришна там сильный дождь идет я зашел посмотреть не открыты ли у вас окна на улице наводнение я говорю как наводнение я выглядываю представляете в общем по дороге течет вода где-то вот так перед домом во дворе по колено воды я такой в шоке я говорю а тот район где божества наши их затопило или нет он говорит да там тоже наверное вода я думаю боже мой а там же наши божества глиняные если их сейчас смоют представляете мы там столько времени потратили я так помню молился я проснулся начал джапу повторять потом поехали вода как раз дошла до логоса стоп и спала вода не спыла ну так вот проявились глиняные божества потом сделали из них пластиковые из пластиковых потом делали мраморные я прожил несколько месяцев в этой семье мы ездили с ним на проповедь на разную он меня все время в пример всем показывал он говорит смотрите он все время повторяет Харикришна а вы не повторяете я там что-то говорил я очень поражался этой культуре гостеприимства ну такое очень удивительное было у меня опыт конечно тоже там джайпури и они мне сказали в любое время когда хочешь приезжай ты всегда ты член нашей семьи и я даже в какой-то момент им позвонил и говорю вот у меня есть друг Садху Махарадж и в этом самом достаточно сухой климат в джайпури это как пустыня тоже считается вокруг и там более-менее теплая зима если во Вриндаване там например 10 градусов то там будет 20 буквально недалеко вроде бы от Вриндавана но там климат значительно теплее и я на зиму им определил Саду Махараджа он один год прожил у них там ему дали комнату он прожил вот приносили ему фрукты все вот так служили ему без всяких таких вот таких вот вот ну на этом я остановлюсь не буду затягивать больше Ария Кришна ария Кришна ария Кришна ария Кришна ария Кришна